Смарт приставка Я считаю, что смарт приставка полноценно никогда не заменит хороший телевизор Независимо, если это будет смарт телевизор, либо это будет приставка Она дает возможность полностью отказаться даже от кабельного Потому что все каналы можно будет смотреть онлайн Необходимо только, чтобы дома был интернет Можно будет смотреть свой любимый фильм, не скачивая его Смотреть онлайн, любимый сериал Не зависите от показа, как это было раньше, что в 3 часа пойдет ваш сериал Вы можете в любой момент его взять и посмотреть То же самое там футбол онлайн Либо хоккей, для любителей спорта очень неплохо Подключается через кабель HDMI, смарт приставка После этого идет небольшая настройка Но опять же, кто справляется, кто не справляется И в принципе никакого труда она не составляет Если взять сравнение смарт приставку TV1000 То она будет показывать только цифровой канал от антенны То есть человек опять же привязан к каналам Что там его передача пойдет 3 часа в час дня Там есть функция записи, но все равно это чуть-чуть не то Если брать сравнение со смартовской Когда ему удобно, он включил, посмотрел Там он либо включает запись в любом случае Либо подвязан под определенное время Есть разные телевизоры Например, китайцы будут стоить Ну, опять же, в зависимости от диагонали 32-я диагональ будет стоить у 6000 и выше со смартом Если брать телевизоры более высокого качества Samsung LG, это будет в районе 10-12 и выше Если брать 40-го, это в районе 16-17-18 тысяч Отдельную смарт-приставку можно подключить к любому абсолютному телевизору Вот, там есть выход HDMI, либо обыкновенные тюльпаны, к примеру Но, опять же, разница в цене там будет небольшая Это от силы будет 2-3 тысячи, да Ну, а при этом это будет бюджетный телевизор и бюджетный смарт То есть качество работы уже будет отличаться Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому